Темой встречи стали новые правила продажи алкогольной продукции, которые планируют ввести летом, а точнее изменение алкогольной дистанции с 15-25 метров до 50-100-300 и в 500, в зависимости от категории объекта, будь то школа, детский сад, поликлиника или стоматологический кабинет, например. Даже если 100 метров мы берем, то у нас получается около 800 организаций вылетают из этого списка. А это не только торговля, а это общественное питание, рестораны, бары и так далее. На грани закрытия, считают бизнесмены, могут оказаться сотни предприятий, торгующих алкоголем с лицензией. Ну а теневой бизнес может выйти на первый план, вырастет оборот нелегального алкоголя. Кроме того, город по приблизительным подсчетам сможет недополучить в бюджет около 30 миллионов рублей в виде налогов. Торгово-промышленная палата уже провела три встречи с бизнесменами. На очередную пригласили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Если раньше принималось сверху администрации края метры и так далее, то сегодня процедура идет по муниципальному образованию. У нас в отдаленных территориях, в крае, есть позиция глав муниципальных образований 300 метров объективно. Мы понимаем, что где-то будет закрываться этот бизнес. Но такие решения принимаются только в том случае, если будет замещение предпринимателю его затрат. А именно, то есть предоставление субсидиарной поддержки, разработка совместных бизнес-планов. Сочинские бизнесмены намерены отстаивать свои права. Они приняли хартию о торговле алкогольной продукцией предприятиями и организациями Сочи. В ней отражены основные принципы ответственного ведения бизнеса в сфере реализации алкоголя на территории города. А именно, не продавать алкоголь несовершеннолетним, установить систему видеонаблюдения в торговых точках, размещать антиалкогольную рекламу и другие. Завтра этот же вопрос будет рассмотрен в повестке дня Координационного совета при главе города.